А при этом, не живя живой верой, они уподобливаются тем домам, которые не устоят во время падения, во время шторма. Чтобы люди действительно строили свою жизнь на фундаменте, на вере и на последующих делах веры. И не делами понимали, что спасаются вера, но дела, они утверждали их в этой вере. Аминь, да. Аминь, слава Богу. Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому. Братья и сестры, всех приветствую, благоставляю именем Господнем по имя Иисуса Христа. И сегодня мы вместе с дьяконом Максимом, которого завтра будем предлагать в священнике Иереи. Да, слава Христу Христу, добрый вечер. Добрый вечер, да, слава Богу. И сегодня, так мы немного уже пообщались чуть, вот до вот этого эфира. Вот, и да, напоминаю, что номер эфира, кстати, я не посмотрел. Нет, сообщений сейчас нету, сообщений. Я даже, кстати, у меня был беззвучный режим. Там же можно в чат писать. Да, и я включил как раз, вот, вижу картинку эту и вижу, если кто будет писать, то все буду читать, в общем-то. Будет перед глазами. Вот так вот. И сегодня у нас суббота, вечер, субботний вечер, вот, и сегодня, в общем-то, уже начало нового дня, начало воскресенья, даже в традиции православной, тоже так вот, с вечера до вечера традиция. И вот, это воскресенье, которое уже началось, как бы, вот, если брать, ну, православную традицию, уже началось воскресное служение, уже проходит, все ночное бдение воскресное уже, вот. Оно имеет название такое, очень, такое, серьезное. Называется «Неделя о страшном суде». В народе она называется, вот так, попроще, «Масленицей» или «Сырной неделей» еще, вот, но, в общем-то, это «Неделя о страшном суде», и поэтому, вот, тема как раз и спасения, тема суда и вообще тема искупления всю неделю, она должна будет звучать, вот, по календарю. Православному, хотя удивительное совпадение, на эту неделю тоже попадает другой праздник еще, очень известный, наверное, в феврале, самый известный праздник в нашей традиции православной, это «Сретение Господне», «Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Вот так вот, и с чего начнем? Как говорят в самом народе, начнем сначала, да? Да, начнем сначала. Да, можно… Вот о чем говорили, вот, как раз, перед записью, да, вот. Да, на многие темы говорили. Искупление, спасение. Да, искупление, спасение, да. Мы говорили на важную тему, да, что для многих верующих тот факт, что они уже спасены, является таким откровением. То есть… Да, дьякон Максим, кстати, мне сказал, вот, перед эфиром, что он был, значит, на библейской школе… На школе веры, да, которая проводилась в Киеве, в церкви Эммануил, это Виталий Вознюк там, пастор, и был вот очень серьезная была, интересная проповедь Игоря Касавана, которая вот, ну, касалась таких вот фундаментальных вопросов, а именно спасения. Для многих людей, в том числе для православных и для протестантов, откровение то, что человек уже спасен. Если он принимает Христа своим спасителем, то он спасен, и все благословения, которые есть в Библии, аврамовые, финансовые, здоровье, успех, победа во всяких делах, они уже юридически ему даны с принятием Христа спасителем. И для многих людей откровение то, что, первое, они спасены, а второе, что это все, все благословения даются им просто так. Многие считают, что за этим нужно какую-то иметь особую святость, праведность, как-то там выслуживаться, что-то там, какие-то дела делать. Да. И что вот, то же самое, допустим, исцеление, что для того, чтобы возлагать руки на больных, там, и чтобы они, значит, воскресали, оживали, исцелялись, это нужно просто быть супер таким святым человеком, ни вправо, ни влево, не делать шаги, вообще не грешить. И вот может быть только тогда, если там какой-то там еще, значит, будет воля Божья на это, там, может быть, когда-то такое появится. И вот была очень серьезная проповедь на то, что это все уже есть, и нужно просто быть смелым в вере, вступать и развивать это все в себе. То есть не получать это, а просто развивать, потому что это уже есть, это как росток, он уже есть, просто нужно поливать, чтобы он рос. Чтобы ты выросла, да. И эту тему мы говорили, да. Может, давайте поговорим на ту тему, что фундаментального спасения, что только через Иисуса Христа спасение, и оно дается, и потерять его можно, лишь только утратив веру. Что даже человек, который отступается, что он, может быть, на данный момент там отошел от церкви, где там уже даже в какие-то там во все тяжкие упал, но тем не менее он верит, что Христос за него пострадал, он тем не менее спасается. Спасение – это дар Божий, во Христе Иисусе Господе нашим. Вот, как написано, возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная, во Христе Иисусе Господе нашим. То есть, принимая Христа, принимаю спасение и принимаю жизнь вечную, принимаю исцеление, принимаю все благословения. И, на самом деле, в христианстве самое наиглавнейшее вообще, самое главное из всех главных – это понимание спасения вообще. Ну, библейски, научно-богословски это называют сатериологией, учение о спасении. Есть разные, конечно, взгляды в христианстве, но самый ценный – это Божий взгляд, который в Слове Божьем выражен просто, открыт для нас. Поэтому самое приятное и самое замечательное – это не просто какие-то церковные доктрины об этом узнавать, мнения разных богословов, они могут быть совершенно различными вообще. Мнение самого Бога. Конечно, первоисточник, то есть только тогда. А, кстати, вот как раз та история, когда в Собор Владимирский ты пришел и общался там, не общался, а слышал, как патриарх Филарет говорил, разъяснял. А, да, значит, расскажу свой опыт. Да, очень интересный опыт. Например, да, я всегда изучал, мне интересны были вопросы религии, не только христианства. Ну, вообще, эзотерика меня интересовала, духовные миры, как эти ангелы устроены, какие там у них иерархии. И я себя, в принципе, считал таким компетентным во многих таких духовных вопросах. Но я даже тогда не мог понимать, каким образом Христос, ну да, Сын Бога, да, воскрес, каким образом воскресение Христа, которое было 2000 лет назад, конкретно влияет на мою жизнь. Вот что это дает. Ну, воскрес Христос, а что мне с этого вообще? Да, ну да, то есть, ну... Как это меня касается? Да, каким образом касается меня воскресение Христа? Что это мне дает? Будем так говорить, как оно есть. И вот я пришел на Пасху совершенно, случайно, не случайно, это скорее всего, или 2010 был год, или может быть раньше, я точно не скажу. И вот я стоял, значит, когда там уже под конец службы, вернее, не под конец службы, я стоял там возле храма, а были колонки, они на улице вещали, что говорили, да, службу. И вот были слова Филарета такие, что Христос своим воскресением, Он поменял природу человека. То есть, что до того, как Христос воскрес, человек был падшим. То есть, и точка, и никто, да, и только лишь воскресение Христа дало основание тому, что люди получили возможность спасаться. Там, ну, в православной традиции к этому такая вот тоже интересная легенда, скорее всего, что вот, когда изображают где-то Голуговский крест, что черепа дама, вот, внизу, да. Да, да, и что вот такая легенда, что якобы, ну, кровь Христа, падая с креста, попала на этот череп Адама. Да, красивая легенда. Да, и тем самым... Как бы кровь нового Адама упала на дрову. Да, да, кровь старого Адама, первого Адама, и тем самым вот изменила природу вот этих вот потомков Адама до Христа, да. Ну, легенда, да, там, красивая, правда или неправда, это вопрос уже следующий. Но самое главное то, что как раз-таки воскресение Христа, этот один факт. Да. И все, больше никакие факты, они изменяют природу человека принципиально, дух его. И те, кто верят в Христа, они, соответственно, тоже изменяются духовно. И только лишь тогда я уже начинал понимать, вот каким образом воскресение Христа, оно касается меня конкретно, самым конкретным образом. Не через церкву, не через книги, а непосредственно моей природе как человеку. То есть это самое непосредственное отношение ко мне, вот, то есть к моему, ну, бедству человеческому. Да, ну, да, это такой вот был первый, ну, не первый, а существенный, такой вот, существенная, не доктрина, так сказать правильно, а как, такой повод для того, чтобы задуматься. Да, и мне понравилось, что как раз Максим, он потом стал изучать Писание, Библию, чтобы узнать именно из первоисточника веры. Перед этим тоже такой интересный был момент, тоже Владимирский собор, киевский, расписан, кстати, в рубль, расписывал. А, там, в Оснецово фрески? Да, ну, может быть, но в рубль тоже писал. И вот такой вот интересный момент был, я когда на выходе с собора, там нарисована картина «Страшный суд». А, да, есть. Значит, там, да, огонь, пекло, там люди горят. Ну, да. Я, выходя с собора, так вот посмотрел на это все, как думаю, ну, я, скорее всего, когда-то, все-таки, да, я там буду христианином, вот, все-таки, я тогда был не крещен и покрещусь. Ага. А вот, как-то сейчас хочется погулять, все-таки, там, молодо, все-таки интересно. Ага. Ну, вот это вот у меня картина, я так посмотрел на нее, и вот она меня на какие-то мысли натолкнула. Все-таки страшно, да. Все-таки иконы, они не всегда плохо, они иногда на какие-то мысли наталкивают. Ну, да. А сами иконы – это одно. Да, сами иконы – одно. А вот иконопочитание, вот это уже, конечно же, да, уже извращение уже такое религиозное. Да, и какие-то сюжеты библейские просто-напросто человеку визуализировать, и то это всего лишь представление автора. Не имеет никакого, ну, никакой, ну, скажем так, отображения действительного, документального какой-то перед собой, да. То есть, я вот там глянул на это вот так вот изображение, вот действительно стал, поставился задачу, по крайней мере, прочитать Библию, понимать, что такое ад, что такое спасение. Да, да, так что те, кто в Киеве, мы или гостям Киева рекомендуем, посмотрите, да, просто хорошее, вот качественное, пример живописи, может тоже кто-то какие-то открытые. Хорошая иллюстрация такая, да, да. Вот так вот, друзья, ну и, конечно, если вы в Киеве, то тоже приглашаю на служение, вот, в нашей церкви будет служение с рукоположением, вот, или другие завтра, значит, ну, или в другие воскресные дни тоже можете посетить. Да, в любое время, да, каждое воскресенье на 9 часов утра, метро Кловска, Киев, центр, общество ТОС, это общество слепых Украины, Григория Первомайского, Леонида Первомайского, 6, да, 6. Да, и поэтому, ну, это арендованное помещение, это не храм, это, конечно, недалеко не Владимирский собор, значит, но это арендованное помещение. Тоже молитесь о том, чтобы у нас было свое помещение, либо в полной аренде, либо в собственности. Нет, в собственности. Лучше в собственности все-таки, да, потому что, чтобы и оформить все было именно вот, как храм именно, вот, и действительно, это очень, думаю, было бы замечательно. Ну, так и будет. Так и будет. Так и должно быть, да. Аминь. Конечно, да. И что мы, давайте, может, поговорим на эту тему, что страшный суд и Масленица, откуда радость, да. Почему бы, да, то есть, и давайте вот тоже такой вот факт, который сейчас устоявшийся, такой традиционный, что если ты, значит, праведный, православный христианин, то ты должен быть грустным, ты должен быть, ну, скажем так, в народе, как говорят, таким придавленным жизнью. Ну, да. Жить какими-то, там, не сегодняшним днем и развиваться как личность, как специалист, как христианин из Ти Евангелия. А страдать с той лишь верой, что, возможно, на суде, который там будет, тебе, значит, дадут где-то там какой-то домик, что все уже лучшее занято святыми, значит, апостолами. Ну, хоть где-то там. Да, и что где-то какую-то дадут хрущевку такую там в раю, которая, как некоторые, даже, кстати, говорят, думая, что в раю не так уж и хорошо. Да, то есть уже все лучшее, уже там разобрано, и чтобы жить хотя бы там, значит, в какой-то такой более-менее нормальном, нормальном каком-то квартире, то это надо тут страдать, что аж там не доедать, самопичеванием заниматься. И тогда может быть такое вот мышление, что квартиру в Киеве там или в Москве надо, значит, выработать так, работать, там, купить кредит. И такое отношение, соответственно, к Раю, что тут надо, значит, страдать, не доедать, плохо думать о себе. И вот тогда, может быть, может быть в раю там какую-то такую квартирку. А чтобы уже, значит, какие-то там хоромы были, то это надо, значит, быть монахом и еще плохо, значит, закончить жизнь. Желательно тебя убили или, значит, самому себя там как-то на мразуру бросить. И вот тогда уже там какой-то будет там пентхаус где-то там, да. То есть и... Да, такие суеверия популярны вообще даже. И что вот тоже часто приходится видеть людей, которые вот когда автоматически уже так происходит, заходя в храм, они принимают на себя такое вот лицо, знаете, вот так как с одной стороны смирение, а с другой стороны такой грусти, печаль. Печаль, да, да. И вот автоматически вот ты смотришь, что человек зашел в храм, да. То есть понятно, что люди с разным побуждением заходят. Одни там за упокой там свечку поставят, одним тяжело на сердце там помолиться, но с другой стороны, если человек заходит в храм, и если Христос ему дает полностью все и здесь, и сейчас, и там, то это повод для того, чтобы возрадоваться. Даже если ты зашел с плохим настроением, то просто порадуйся, да, вот. Все классно, и это классно оно не когда-то, там, после твоей жизни, тупой земной, а это прямо классно сейчас. Тупой нужно радоваться не только, когда заходишь в храм, а нужно радоваться каждый день, потому что Христос дает нам не только после жизни земной, он дает нам сейчас с полным изобилием. И это и здоровье, это и профессиональная деятельность, это и, в частности, ну и в том числе деньги, потому что миром правит серебро, да. И многие люди приходят в храм и говорят, Боже, дай мне денег, дай мне, значит, там, исправь моих супругов, они меня вообще не устраивают. Вот, смотрите, вот, подумайте, Бог это все слушает и говорит, что мне для тебя еще сделать? Я тебе дам деньги, например, вот, дам тебе, сколько ты хочешь, миллион долларов, я тебе дам миллион долларов. Ты же придешь ко мне через год просить два. Ты их потратишь непонятно на что, на какие-то свои, значит, плотские нужды, на похоти, да. Ты еще в худшем состоянии окажешься. Так ты там, например, ничего никому не должен, а так ты еще в долги влезешь. Может быть, что-то другое у меня попросили, например, ума или мудрости, да. И что еще, что мне для тебя еще сделать? Еще раз, второй раз Христа, ну, на распятие отдать. Все уже сделано, все. Совершенная уже деятельность, полностью действие Христа. Я не люблю говорить слово «работа Христа совершенная». Потому что это, ну, это как физический термин, знаете. Работа, там, тепловой машины, как миссия Христа. Земная миссия Христа, она полностью совершенная. Да. И верующему стоило, наверное, Бога просить больше веры для того, чтобы эти все благословения принимать. Да. Потому что уже все тебе дано, уже все оплачено. Все совершенно. Совершенно, да. Просто бери, находи в себе смелость брать это и применять. То есть, даже вот так вот посмотреть в Библию, историю Библии, все великие мужи, жены Библии, они все были люди действий. Так вот, посмотрите. Никому не свалилось на голову там состояние. Давид, он всю жизнь воевал, всю жизнь был в опасностях. То есть, это человек, который делал действия. Тот же взять, например, Моисей, тоже можно было бы сверхъестественно взять Богу, переместить народ Израиля, телепортировать вообще без проблем на... Сразу в землю Абитаванную. В землю Абитаванную, перед этим, значит, серным... Сразу в Израиль. Серным дождем, значит, уничтожить тех всех людей, которые там жили, население, вот этих всех, кто там, этих великанов, да, и живите себе. Но Бог по-другому сделал. Бог сделал так, чтобы люди изменялись, чтобы они меняли свое мышление. Через поступки, через события, через дела веры, да. Прошли процесс определенный такой, да. Так и Бог, да, то есть, хочет, чтобы люди, имея уже все, совершенствовали свою веру, делая дела веры. И, например, кто-то, например, вот... Ну, какие вот чаще всего проблемы у людей, с которыми они церковь приходят? Да, разные проблемы. Ну, в основном... Семейные проблемы. Семейные, наверное, здоровье, наверное. Здоровье, да. Чаще обращаются, да, в храм, допустим. Из практики, допустим. Ну, да, здоровье, да. Ну, да. Ну, вот тоже, да. Как вот Бог может человеку дать здоровье, если человек это готов не принимает? Вот я такой вот интересный пример могу привести, что часто мы просим у Бога чудо, но когда наступает это чудо, мы говорим, ой, нет, что-то это слишком, оно какое-то чудесное для нас. И такой вот явный пример, это Захария, который был священником, который просил у Бога со своей женой, у них не было детей. Ну, да. Вот является ангел и говорит, что Захария, молитвы твои услышаны, значит, Елизавета, да, роди тебе сына. Да. То есть, о чем говорит ангел? О том, что... Он молился. Молился. И где-то в душе, да, он, значит, хотел этого сына, ну, естественно. И тут происходит чудо, и что говорит Захария? Да нет, быть такого не может. То есть, он перед этим молился с Елизаветой, да, причем можно сказать, что этот человек был праведный, раз он был священником, и раз ему выпала такая вот череда жребия, то есть, мы можем сказать, что это уже нечеловеческий фактор здесь жребия. И вот здесь, когда человек... А у многих священников это было вообще раз в жизни, подобная честь, с хождением выйти. А некоторые священники так умирали, этой чести, не получив с хождением входить в храм в то время. Да, и то есть, по жребию они же сужили. Да, да. И это говорит о том, что даже в Библии сказано, что если ты хочешь рассудить среди равных, это брось жребий. Ну, да. То есть, человеческий фактор он устраняет полностью. Ну, да. И можно сказать, что... То, что, да, Захария... Бог решил уже. Да, Бог решил. То, что он ходил перед жертвенником, это было не случайно. И тут приходит ангел. То есть, это не то, что там ему мысли пришли, не какой-то другой священник сказал. А просто пришел ангел, принес ему слово Бога. Как близник. И говорит, Захария, твоя жена родит ребенка. Да. Он не сказал, что возможно родит. Или молись дальше, там, молодец, хорошо молишься, там, еще надо помолиться. Он сказал, молитва твоя услышана, все. Да, услышана, все родит. И что делает человек, который реально, ну, очень такой высокодуховный человек? Он говорит, да быть такого не может. То есть, своими словами, своими словами Захария фактически противостоит словам Бога. И своим же словам. Да, и Бог, действительно, ангел тогда не нашел ничего лучше сказать. Просто замолчи, чтобы ты своими словами не говорил. И не надо думать, что приходя в храм, мы не получаем эти часа. Просто, может, мы их не видим. Ну, не только в храм, а вот молясь, да. Может, человека приходит... Может, лучше помолиться, а потом помолчать. Да, может, просто помолчать. Чем говорить всякие глупости. Да, я уверен. Как же это может быть? Конечно. И будет ли это вообще? Будет ли это? Или тут появляется исцеление, у человека перестает рука болеть, он говорит, стоп. А может, совпало? Совпало. Не, 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 стоп. Так не должно быть. Значит, надо, чтобы она у меня болела. Потому что, ну, то есть, и, может быть, для, да, для того, чтобы получить какие-то там благословения, изменить свою жизнь, может быть, надо научиться это принимать. Может, хватит уже у Бога просить. Все уже есть. Давайте уже будем какие-то дела веры делать, да. Никто не говорит, что это будет легко. Это тяжело. То есть, дела веры, это всегда, хотя бы на первых порах, это всегда сопряжено страхом. Потому что это не было верой, если бы это страшно не было. Как тот еврей говорил Иисусу, верю, Господи, помоги моему не верю. Да, помоги моему не верю, конечно. Помоги. Да. Да, то есть, конечно, у Бога, вот, кстати, да, вот такая интересная фраза, хватит Богу рассказывать о горах. Может, хватит, может, уже надо горам уже говорить слова Божьи. Все же приходят и говорят, Боже, там, помоги, дай мне там здоровье, поменяй мне невестку, там, целлюлит убери. Я хочу вот поехать за кредит, в Турцию отдохнуть, хочу взять кредит очередной. Так, может быть, надо уже взять ту власть, которая дам по праву Христу. И указывать уже на события влиять. Бог же не говорит, молитесь, там, мне, чтобы я устранял горы. Он говорит, устраняйте горы, молитесь мне, чтобы я вам дал то, что, ну, разум, мудрость, то, что действительно, ну, на что человек, скажем так, не может приказать, там, будь мудрый, там, и будь, там, разумный. То есть, это те вещи, которые действительно надо у Бога просить и взращивать. Но обстоятельства, это уже компетенция людей, которые живут в этих обстоятельствах и которые имеют полномочия на них влиять. То есть, мы даже можем увидеть с Библии, что по слову Иисуса Навина, да, по-моему, солнце остановилось. Ну да, да. То есть, остановилось солнце. Очень невозможное, казалось бы, невероятное произошло. Да, то есть... Так что для веры нет ничего невозможного. Вообще абсолютно ничего невозможного. И получается, да. Законы физики, да. Все приходит в движение или, наоборот, замирает. Замирая, да. То есть, может быть, мы сейчас, да, обращаемся к зрителям. Если у вас какие-то есть проблемы, может быть, во-первых, не надо с этого проблемы. Потому что проблем быть не может. Есть обстоятельства, горы жизненные, на которые вы имеете полное право влиять. То есть, скажите просто... Словом Божьим. Да. Словом Божьим, да. Вы просто скажите это хотя бы и будьте твердым. То есть, не надо говорить, тут же повторять, думая, что чем больше скажешь, как мантру читаешь, чем сильнее подействуешь. Скажите один раз с верой и пребывайте в этой вере. И тогда, действительно, у вас жизнь... Встойте в вере. Встойте в вере, да. То есть, вера это даже это состояние, это действие. Это действие соглашения с Словом Божьим. Да. То есть, это значит противостоять этому разуму плотскому, который говорит, нет, такому быть не может. Потому что, если на то пошло, то вообще воскресение физике противоречит вообще совершенно. Конечно, да. И физике, и здравому смыслу, и биологии. Да. Получается, как Бог говорил, кто верен в малом, то ты в большом будет верить. То есть, насколько воскресение больше, чем финансы. Финансы это здесь на земле. Ну да. А воскресение... Получается, что? Мы, получается, Богу верим в воскресение, а в финансы мы не верим. Что больше? Жизнь вечная или финансы? Ну да. Это как получается, Бог, значит, нам даровал, все исправил нашу природу, даровал нам жизнь вечную с изобилием. И что, он нас, получается, не накормит? И как получается это? Ну да. Поэтому, да, это очень... Отдав Сына Своего за нас, свою кровь за нас пролив, неужели он с этим не даст и всего остального? Да, конечно. Он воскрес из мертвых воистину, и неужели с этим он, ну... Да, конечно, все. Причем это неоднократно говорится в Библии, что не надо заботиться, что есть, что одеть на себя. С заботой вот такой вот человек просто-напросто Богу мешает действовать в своей жизни. Ага, суетой такой, да? Да, он говорит, Бог, подожди, 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 ты мне не поможешь, я сам сейчас пойду устраиваться на какую-то работу, брать кредит. А как тогда может Бог человеку помочь? Если он говорит, подожди, я сейчас сам все решу. И естественно, он не решает или впоследствии это еще к каким-то худшим последствиям приводит. Тогда опять человек приходит и говорит, Бог, помоги мне, вот, не реши все за меня, а помоги мне вот это, вот это, вот это решить. То есть уже использует Бога как помощника, то есть как заместителя, скажем так. То есть это тоже очень, тоже вопрос веры и тут, наверное, надо даже отдельный по этому поводу сделать. Ну да, размышления такие. Да, такие. Как сказал кто-то, по-моему, слышал, что, это про Духа Святого, что надо же какие-то действия делать. То есть не надо сидеть на месте и думать, что Бог все сделает за тебя. Но вместе с тем не надо, значит, Богу диктовать свои условия. Что Бог это, вернее, Дух Святой, это твой помощник, а не твой заместитель. То есть есть дела, которые человек должен сделать. И он должен это сделать не потому, что там эти дела, его, именно за счет этих дел он что-то получит. А просто нужно сделать, уже все, уже сделано, пойди возьми. И вот это вот. Какой-то баланс должен быть на самом деле. Мне очень нравится, как Мартин Лютер говорил, что когда я работаю, я делаю все так, как будто только лишь от меня все зависит. Но когда я молюсь, я молюсь так, как будто только лишь от Бога все зависит вообще. Вот какой-то баланс такой должен быть на самом деле здесь. Конечно, да. Мы делаем свою работу со своей стороны, Бог свое. Да, мы делаем то, что от нас хочет Бог, чтобы мы сделали. Потому что каждый человек, он не продукт какой-то там эволюции. Ну да. Что каждый родился в свое время, в свое место. И он имеет те качества, таланты. Каждый по-своему уникален. Да, и у каждого своя миссия. И человек имеет абсолютно все для того, чтобы эту миссию сделать. Да. Ну, опять-таки, миссия подразумевает это действие. Действие, которое от человека хочет Бог. И Бог дает для человека все для этого, чтобы он сделал. Ну, то есть, можно много посмотреть. Даже вот мы уже сегодня вспоминали Моисея. То есть, сама жизнь Моисея, она казалось бы, ну ладно себе там жил. Она его готовила к великой миссии. Он жил при доме фараона. Он знал эти все обряды, там, как, можно сказать, этикет. Он знал все вот эти вот... Ну, был вхож в этот дом. Как принц египетский. Да, как принц египетский, да. И поэтому, впоследствии, это ему очень серьезно помогло. И, соответственно, выполнить миссию. Он общался с фараоном. Обычного человека, ну, просто людина они допустили, как минимум. Ну да. Могли еще в темницу закрыть. Ну да. А здесь он, получается, пришел, он умел говорить. Египетский язык знал, наверное. Я раз без переводчика вообще. Конечно, должен знать. И тоже, посмотрите, Моисея же тоже, они... Это ему стоило определенных усилий. Не усилий, а труда стоило. Пройти, поверить, прийти, разговаривать с фараоном. Потом тоже вести народ 40 лет, который далеко не такой покорный был. Тоже всякие интриги были, тоже сомнения. Но, тем не менее, 40 лет человек делал дела. Правильно? Но эти дела были уже полностью все. Все для того, чтобы это реализовать, было уже сделано Богом. Фактически, бери и делай, как говорится. Ну и тоже Давид, он тоже, когда при Сауле жил, он тоже не случайно там, он слушал эти все, которые при дворе Саула происходили, государственные дела. Ну да. Это тоже впоследствии сыграло для него очень хороший опыт. Как для царя. Да. И поэтому каждый человек, он создан для определенной миссии. И для того, чтобы понимать, для какой миссии, просто нужно начинать делать дела какие-то. Которые подсказывают тебе сердце. Вот ты видишь в себя какой-то вот талант в этом. Ну, главное понимать, что не эти дела тебя спасают совершенно. То есть, и не этими делами ты... Спасение это дар Бога. Да, дар Божий. То есть, этими делами ты в рай не выйдешь. Эти дела фактически для тебя, чтобы реализоваться тебе, как личности. Как реализовать те таланты, которые дал тебе Бог. Как вот притчу про таланты можно вспомнить, что можно уподобить людей, которые не делают дела. Это как вот злому тому рабу, который зарыл свой талант. Поэтому мое такое вот мнение, это чтобы жить классно здесь, вот в этой жизни, в изобилии. Реализовать себя полностью. Реализовать себя как личность, как профессионала. Это просто надо перестать у Бога что-то просить. Потому что все уже дано. Нужно просить смелости для действий. Мудрости. Мудрости, да. И просто начинать что-то делать. Принимать это и действовать, да. Принимать, потому что просить можно всю жизнь. Как вот знаете, анекдот, что-то вспомнился про еврея и лотарейный билет. Не знаете такое? А, ну-ка, да-да, расскажи. Да, вот такой тоже хороший анекдот в тему. Как и значит, еврей там всю жизнь просил у Бога, говорит, Боже, вот я хочу там богатым стать, там, этими молитвами достал всех. Евжа Ангелы, значит, там Архангелы, говорит, там Богу, говорит, ну как-то уже надо помочь человеку, да. Потому что уже, говорит, ну сколько же можно. Бог говорит, я бы с удовольствием, ну пусть он пойдет, лотарейный билет купит. Хотя бы лотарейный билет. То есть, да, сделает какое-то дело. Дай шанс Богу, да. С моей стороны уже все просто сделано. Как вот такая аналогия, нажми на спусковой крючок. Да, да, да. Там уже все уже сделано, нажми на этот крючок. И на самом деле Бог не требует от нас какой-то мега, какой-то супер, гипер веры. Он просит от нас малость, дай ему шанс, малый шанс. С горчичное зерно, и можно горы переставлять. Не потому что он заинтересован там, вот просто нужно хотя бы чуть-чуть сделать вот это свое, свои части. Пусть даже с горчичное зерно. Да, конечно. Практика, практика веры, да. И начни делать, ну это, просто это очень такая тема, я вот с многими людьми общаюсь, это действительно тема номер один. Интересно. Практическое христианство. Да, практическое именно, да. Как жить хорошо не только в раю, а здесь тоже, потому что мы же тоже представители Христа, и на нас мир смотрят, мы как свеча стоим. Вот 30 лет назад как раз, вот в эти дни как раз я начал свое служение, полное служение уже в церкви, в храме. Вот, так что у меня 30-летие, такой юбилей такой служения православного. И первых 10 лет моего служения, это было традиционно такое православное, православие, русской православной церкви, московского полиархата. Я был церковным священнослужителем. Вот, последних 20 лет, уже чуть больше даже, это как евангельский такой православный реформатор, обновленец. Вот, то есть за этих 30 лет опыт уже определенно есть. И тоже я вспоминаю как раз вот самое начало, 87-й год, 88-й, как раз вот на рубеже, я приходил к разным священникам, помогал, и вот, и особенно как-то прилепился душой я тогда к одному священнику, к отцу Иоанну, отец Иоанн Квитович, метрофорный протеерей, значит, и в начале 88-го он как раз мне и дал путевку в церковную жизнь и церковное служение-то. И вот, я приходил к нему на беседы, на общение, вот, и даже, помню, старался пораньше приехать. Там, значит, вот конечные остановки этого троллейбуса, батюшка приезжал как раз с этим троллейбусом. Это город был? Орел, город Орел. Да, и там конечная была, значит, первого этого, значит, троллейбуса. Вот, значит, и от этой конечной надо было еще до этого села Лепешкино, ну, это черта города, ну, это село. Все равно, вот, значит, там по бездорожью тогда не было даже асфальта никакого, даже не то, что асфальта, не было дороги вообще никакой. По русскому бездорожью, это высшая степень. Да, это было страшно, да, но вот поэтому бездорожью надо было, значит, ну километра три, даже больше, до пяти километров, потому что надо было до села пройти, до другого села, значит, и до кладбища. То есть, ну, в общей сложности так получается. Вот, пройти таким образом, значит. И я поэтому проезжал пораньше, встречал батюшку, брал его чемодан, тяжелый всегда такой вот, саквояж такой, знаете, вот такой старый кожаный такой, вот, и тащил этот саквояж, этот чемодан, значит, и по дороге как раз имел возможность задавать разные вопросы, вот, значит, побеседовать немного, потому что там, ну, мало было времени так вот на общение. И потом, после службы уже заканчивалась или все ночное, или литургия, я уходил самым последним тоже вместе с батюшкой, специально, чтобы тоже ему принести чемодан, вот, и проводить его, и как раз иметь возможность побеседовать. С этих бесед, в общем-то, много что, как бы, для меня тогда вот открылось, и, как бы, были мои университеты, будем так говорить, вот. И после этих бесед, как раз, в начале 88-го года, как раз мне этот священник и сказал, что Серожа, говорит, он сам в Западной Белоруссии был, Серожа, говорит, вот, я вижу, тебе надо быть, вот, священнослужителем, церковнослужителем, да, вот. Вот, и он предложил мне уже не просто раз в неделю приходить, там, два раза в неделю, там, а вот именно каждый день быть на зарплате уже на полное время, там, служить в храме у них. Вот, и так началась моя церковная биография. Но, к чему я вспомнил об этом, что я вопросы разные задавал, в том числе и о вере тоже, и, в общем-то, батюшка этот был человек верующий, знаете ли, потому что я знал уже к тому времени несколько священников орловских, и не в обиду никому, не в осуждении будет сказано, но, к сожалению, другие священники, кого я узнавал, они были людьми, ну, проще говоря, неверующими. Они были по-своему как-то верующими, но их вера была совершенно другая. Вот, а здесь я видел священника, который действительно, вот, верил, практически верил, вот, и мне это очень нравилось. И, среди прочего, он мне говорил такие вещи интересные, что, вот, знаешь, вот, Сережа, вот, значит, и некоторые думают, что вот рай, ад, они начнутся там, за порогом, как бы, смерти, да. Вот, но я своими словами так вот объясняю, значит, и Ног говорит, знаешь, вот, и рай, и ад для человека начинаются еще здесь, на земле. Вот, и он говорил, как раз, тоже, о вере, и говорил о том, что, вот, если человек по-настоящему, не по-нарожку, по-правду, что он верующий, то для него, именно, действительно, рай начинается уже здесь. И он уже, живя еще на этой земле, уже живет в раю уже. Представитель Царства Божьего, вот, или как являет сюда здесь, да. Да, врата райские уже, он уже в этих вратах уже живет, уже, вот, уже, уже гражданин неба уже. Уже по паспорту там получилось, здесь, получается, ну, не на гастролях, а так вот, командировка. Ну, да, получается временно, да. Вот, а для кого-то ад уже наступает уже, вот, уже жжет его ад. Вот так вот, но теперь я понимаю очень четко, что и рай, и ад, это для человека такой перекресток, знаете ли, выбор за нами. Бог предложил и жизнь и смерть, вот, но есть Божий совет. Выбери жизнь, зачем тебе умирать? И Божий совет, действительно, это мудрый, отцовский совет. Выбери жизнь, жизнь в Иисусе Христе, в Господе нашем Спасителе. Вот, в этом как раз есть вечная жизнь. И здесь на земле уже не просто живи верой в будущее Царства, а здесь, как бы, не до жиру, быть бы живу. Знаете ли, значит, еле-еле душа в теле, вот, такое христианство. Нет, это неправильно, это извращенное представление вообще. Потому что настоящее христианство, это Христос во все дни с нами, во все дни. Он не то, чтобы там, потом, он сказал, я сейчас с вами, и потом буду с вами. Всегда, да, при любых обстоятельствах. При любых обстоятельствах, во все дни, до скончания века я с вами. Так что, действительно, как Златоуст Иоанн говорил, что для христианина всегда есть, в каждый день есть повод для праздника. Потому что у нас каждый день праздник, потому что Христос, Он с нами во все дни, до скончания века. Конечно, как тут не радоваться вообще. Да, вот, потом ты делаешь. Да, да, радоваться. Я даже думаю, что это Бога даже гневит, когда человек ходит с таким лицом кислом, и недоволен тем, что имеет. Так, как ему можно дать больше, если он не умеет управиться с тем, что он имеет. Те, что имеет, да. Да, это очень... Боже, помоги нам, да. Действительно, управляться с тем, что мы уже имеем. Быть благодарным за это. Благодарным, да, и довольным, благочестивым и довольным. Это великое предупреждение, на самом деле, слушайте, да. Быть благочестивым и довольным. Ну да, супер. Еще, кстати, тоже интересный такой момент, тоже, что вот приходится общаться с людьми. И, ну, я по себе заметил, что я перестал бояться смерти. Ага. Это очень такой интересный момент. И когда я себя словил на мысли, что уже изменилось сознание, когда шел по, есть такое в Киеве, проспект Комарова, произошел очень страшный взрыв какой-то. Или колесо взорвалось, или, может, и граната взорвалась, я не знаю, может быть. Ага. И все люди поздергивались. То есть, вот как, знаете, кто-то прегнулся, кто-то, значит, обернулся. А меня удивил не этот взрыв, а меня удивило, думаю, куда они смотрят вообще. Ну, что-то они вдруг посмотрели. Ага. То есть, я этот взрыв слышал, все нормально, я... Но я на него не отреагировал, вот знаете, как на инстинкты. Инстинкт самосохранения. Ага. То есть, я тогда вот в этот момент такой вот интересный опыт был. Я понимаю, что смерти уже не боишься. То есть, даже если ты там умрешь, то, соответственно, ты уже в рай попадаешь. Кстати, вот рекомендация телезрителям или слушателям. То есть, смотрите, начинайте что-то делать, начинайте действия. Бог вам поможет. Самое-самое-самое, что может быть худшим, это вы погибнете, но вы все равно в рай попадете. И уже быстрее даже вы туда попадете. Так что у вас просто нету никаких оправданий для того, чтобы жить плохо, для того, чтобы грустить, для того, чтобы не побеждать. У вас просто... И тем самым вы просто своими отношениями к жизни говорите, Бог, ты недостаточно сделал. Сделай мне еще больше. То есть, так что, вот такая практическая рекомендация. Да, хорошая рекомендация. И вот здесь брат Ани написал тоже Владислав. Значит, слава Иисусу, братьям радоваться, воздать и хвалу Богу, который спас нас от бездны. Вот, отлично. Аминь. Аминь, да. Воздаем всю хвалу, всю славу Богу нашему. И радуемся. И радуемся. Вот, и самое интересное, даже написано, радуйтесь всегда, Господи. И еще, говорит, радуйтесь. Конечно. Радуйтесь. Конечно. А тут даже радуйтесь и потому, что мы имеем все, и потому, что на нас смотрят люди. Если мы идем скрученные, значит, у нас там все плохо. Ну, хотя мы думаем, что у нас такая высшая степень благочестия. И мы говорим Богу, значит, человеку говорим, слушай, вот Христос, вот ты неправильно веришь. Он говорит, слушай, ты на себя посмотри. Я не хочу быть таким, как ты. Ну, да. Я езжу на машине, у меня есть жена, там, не дай Бог, любовница, ну, будем так, как оно в основном есть в мире. А говорит, ну, у меня все классно. Когда у меня будут там проблемы, я пойду в церковь. Я не хочу быть таким, как ты. И все, на этом, соответственно, наша миссионерская, такая вот евангельская миссия заканчивается. Наша миссия заканчивается до первой встречи с человеком. Ну, когда мы радуемся, когда у нас все есть, сверхъестественно у нас идет бизнес, сверхъестественно мы растем как профессионалы, как служители. Да люди тогда сами будут приходить и говорить, слушай, а как так? Как так, что тебя, ну, везде ты имеешь успех. Тогда ты ему говоришь, дорогой мой, это не мои заслуги. Я просто делаю, да, я просто делаю то, что от меня хочешь, чтобы я делал Бог. И это все, оно есть уже, я просто в этом пребываю в радости и тебе советую. И это будет намного больше людям говорить о Христе, чем какие-то, ну, такие, знаете ли, не проповеди, а как вот. Ну, мир наш встречает по одежке. Мир встречает по одежке, как вот говорил Христос в Нагорной проповеди, что когда свечку поджигают, она же стоит с высоты, на нас все смотрят. Ну да. И то, какие мы есть... Не под сосудом, но на подзвешнике. Да. Это то, как мы выглядим, то, как мы есть, это отображение нашего внутреннего мира. И надо менять в себе, внутри понимание жизни. Чтобы и дух, и душа, и тело были сохранены в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Ну, конечно. Очень важно, на самом деле. Потому что часто такая однобокость. Я тоже по себе смотрю, вот, по своему христианству, значит, база моего христианства заложена была вот в традиционном православии. И, как бы, я прекрасно понимаю, о чем сейчас Максим говорит, потому что, действительно, это, знаете, вот, с этим, действительно, ну, тяжело жить даже. Вот, когда ты такой придавленный, и когда, знаете ли, вот, и ты считаешь, что это есть благочестие даже. Да. Благочестие какое-то даже такое. И такой внутренний конфликт, наверное, интересов, с одной стороны, ты, вот, такое вот подавление, что ты, действительно, кстати, вот, на эту тему, текст Виктор очень рассказывал хорошо. Так. Я, кстати, сказать... А, в то воскресенье, когда мне не было еще. Я, кстати, тоже, вот, расскажу опытом. А запись, кстати, делали, нет? Кстати, нет, не делали. Вот, кстати, да, вот, тоже интересная мысль, вот, действительно, о свой опытах. Так. В Библии написано, я это читал, и принимал это на свой счет, неправильно принимал. Говорит, что ты умираешь для этого мира. Не я живу, но Христос живет в мне. И я сам по себе, я такой человек живой, довольно-таки, в компаниях люблю поговорить. Я думаю, вот, все, значит, я для этого мира умер, Христос во мне. Все, в группу ложись. Да, я сижу, и такое, думаю, значит, там кто-то что-то говорит, я уже думаю, да, я не с этого мира, короче, это все праздность. И мне говорят, слушай, а что с тобой такое вообще? Ты вообще нормальный человек? И мне так и говорили, слушай, ты в секте, на тебя секта действует. Ты, наверное, в секта. И я такой думаю, ну, как же, я же там, наверное, это плохо, быть таким, как я был. А вот, к сожалению, да, но я думаю, отец Виктор приедет, наверное, будет, чтобы он записал. Он очень интересную мысль сказал, что Христос был личностью. Да. Он был такой своеобразной, яркой личностью. Да, весьма. Да, и каждый человек рождается как личность. И те такие глубинные его черты личности, они должны, понятно, что есть и насвоение, и насвоение воспитания, культура нехорошее. Но, тем не менее, сама личность, она своебытная, она уникальная. И эту личность нужно в себе развивать, эти таланты, эти какие-то, ну, не знаю, как это назвать, такие харизмы, что ли сказать. Да, и этим самым служить, да. И отец Виктор такую интересную аналогию привел. Вот, если есть два стаканчика, я покажу. Так, ну, допустим, вот. Да, ну, там надо, да. Значит, там надо накрыть один стаканчик. Ну, вот накроем. Давайте. Не, давайте мы печенькой, вот, значит. А, вот, кстати, да, можно увидеть. Можно сейчас. Это у нас не видно, наверное, в камеру. Давайте мы, может... Я подержу. А. Ну, там, наверное, поверхность какую-то, книжку, может, давайте возьмем. Так. Здесь. Это очень такой наглядный пример, и он очень хорошо. То есть, вот, видно у нас, да. Вот, смотрите. Это вот представим, что печенька – это человек. А вот это – Христос. То есть, вот человек сам по себе, вот Христос. И люди думают, что нужно сделать следующим образом. Себя умертвить, там, как личность, придушить себя. Там, значит, принять какой-то такой образ поведения, непонятно какой. И вот, что якобы, вот, придет Христос, и все, и все классно. Ну, на практике этого не наступает. А отец Виктор такую интересную, вот, сказал мысль, он говорит, что нужно, чтобы Христос вас накрыл. Чтобы две личности стали одной. То есть, чтобы дополнил. И теперь уже, куда вы идете, туда с вами идет Христос. И вы как целое становитесь. И ваша, да, и ваша вот эта вот уникальная природа, ваша уникальная личность, она просто-напросто, как алмаз, он преображается. Все, что хорошее, оно начинает возрастать. Таланты возрастают. А то, что плохое, оно просто-напросто отваливается, отпадает, да. И мы посмотрим, все вот такие вот герои Библии, они все были личность большой буквы. И каких-то слабохарактерных, серых, нейтральных людей не было. И так вот в миру странно, что люди к личностям тянутся. Если бы Христос был заурядной личностью, за Ним бы никто не пошел. Ну да. Да, и вот это тоже очень хорошая такая интересная мысль. Я тоже был две недели так вот пересматривал свою позицию на жизнь. И, кстати, моя знакомая говорит, ты стал другим человеком. А то я думал, что все, на тебя крест можно ставить. Да, вот тоже такой интересный момент. И тоже, кстати, это практическое христианство. Большинство людей тоже как считают, что раз я иду к Христу, это значит, что я должен с собой как с личностью покончить. Подавить ее. Попрощаться уже. Попрощаться, да. Все, до свидания. И уже себя, значит, заживо, скажем так, погребать. Я живу, но Христос... Это неправильное понимание, оно приводит просто к таким очень катастрофическим последствиям. Ну да, к каким-то сектантским. Сектантским последствиям, да. Человек не живет, как-то пытается... Изображать Христа, изображать. И это жалкая, скажем так, пародия. Потому что действительно, это не Христос во мне, а это имитация Христа во мне. И это ничем хорошим не заканчивается. Попытка Христос вместо меня, как бы, попытка Христа вместо меня. Не Христос во мне. Да, то есть Христос не мой помощник, а мой заместитель, получается. Да, да, да. И это, получается, тоже ни к чему хорошему не приводит. А вот тоже для себя на этом пути я хочу для себя понимать, как это делать. Ну, чтобы развиваться как личность, чтобы те таланты, которые мне Бог дал, они послужили для Царства Божьего. Ну да. И чтобы, ну, не поступать по плоти. Чтобы действительно руководствоваться тем умом Христовым, поступать, так вот, имея те таланты, компетенции, имея те дары, которые мне Бог дал, просто поступать, как бы, поступил Христос. Не говорить там, все, Христос, я, значит, даю тебе свое тело, а ты там и морудуй, там, как зомби какой-то религиозный. Да, 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 получается, да, точно. Как религиозный зомби, да. И для чего ты тогда вообще живешь? Вот почему зомбирование говорят. Да, кстати, говорят, да. Точно, точно. То есть зомбирование... Превращение в зомби-превращение. Да, то есть я не хочу сказать ничего о свидетелях Еговой, я не сужу правда никого. Но я делюсь своим опытом, я с многими людьми общался, я смотрю, что вот у них какая-то такая штука, очень типовое у всех поведение тоже. И вот такое впечатление, как будто вот... Да, религиозная организация, отпечаток такой свой. Да, что вот там, значит, такое вот... Ну, а смирение-то хорошо, да. Смирение Бога, это очень классно. Но часто вместо смирения в подавленность. То есть часто люди путают подавленность, подавленность с смирением. Ну да, смирение перед Богом и смирение перед людьми это разные вещи. Да, это разные вещи. Или перед самим собой даже, перед самим собой, что там я никто, зовут меня никак, Христос во мне, я вот проснулся, а все, Христос, значит, там, вселяйся в меня, действуй, а я там где-то там... То есть природа человека, она по-любому берет свое. Берет свое. И тут получается конфликт интересов. Так кто я? Христос во мне или я в себе? То есть это, как уже сказали, к хорошему мало чем приходит. И вот здесь кто-то написал еще, подписавшись как духовный мир. Хорошая подпись такая. Хорошая подпись, да. Интересно. Все просто. Тот, кто не имеет Духа Божьего, тот и не его. Да. Да, вот из Писания, цитата, из Писания. Совершенно верно, да. Верная цитата, да. То есть Дух Божий, он утешитель, тоже Дух Святой, он утешитель, наставник, учит нас. Он же не говорит, что все, Дух Божий вас, вы себя умертвляете, а он за вас будет действовать, как такой коллективный, знаете, как этот муравейник, что в каждом коллективный разум он управляется. То есть человек, он по себе уже природу Бога имеет. Разум, мудрость, это все, это то, что нельзя воспроизвести технически. Я, например, не уверен в искусственный интеллект. То есть он может быть считать, но душа, то, что интеллект, Дух, это все Божье. И Бог это нам не просто так дал. Он дал для того, чтобы мы в этом послужили, доброе дело сделали. Еще пишет ученик Христа. Тоже очень хорошая. Тоже хорошая подпись, да. Добрый вечер, слава Иисусу Христу. Сергей только увидел, что вы начали эфир. Хотел задать вопрос. Подскажите, если не еврей, как попасть на служение к мессианским евреям? Все очень просто. Очень просто. Не надо сейчас преграды ставить. Конечно, конечно. Большинство мессианских общин. Не, ну, конечно, мессианский иудаизм это отдельная тема, огромная тема. Я дружу с разными раввинами мессианскими. Вот, в частности, мой друг, старый уже мой друг, здесь в Киеве, Борис Саулыч Грисенко. Это КЕМО, Киевская еврейская мессианская община. Настоятельно рекомендую. Если вы, брат, значит, в Киеве или бываете в Киеве, то обязательно посетите собрание этой общины. Она, мне кажется, наиболее из всех мессианских, какие я знаю, общин, наиболее такая, скажу так, держащаяся такого баланса, библейского баланса. И в вероучении, и в практике богослужебной. Потому что, да, есть даже мессианские еврейские общины, но такие более закрытые, делающие более уклон на именно еврейскость. КЕМО, чем мне нравится, я люблю бывать на шаббатах в КЕМО, или же трансляции, включая, допустим, на шаббат. Так вот, чем мне нравится, там действительно попытка такого примирения евреев, неевреев, неважно какой-то национальности, какой-то культуры. Даже среди служителей КЕМО много людей, и украинцы, и русские, и татары разных национальностей, культур. Поэтому действительно во Христе Бог примирил с собой весь мир. Мне нравится мессианское служение, оно тоже в моем сердце, как и реформаторское православное служение. И знаете ли, мессианское служение тем более для меня особенным является, особенной такой вещью в жизни. Почему? Потому что большинство наших евреев, русских, украинских евреев, они по своей культуре православные. И им очень близко служение, вот мое в частности служение, как раз такое реформаторское православное служение. Ну и тем более по отцу я еврей, и мне самому это, по матери татарин, по отцу еврей. И мне очень близка и по жизни и татарская культура, и еврейская культура очень близка мне. Очень люблю украинскую культуру, русскую культуру, американскую культуру очень люблю. То есть, культура разных стран, народов, когда мы узнаем их, кавказской культуры, мне очень нравится. В частности, в Грузии, когда бываю, я просто наслаждаюсь культурой кавказских народов. Но культура разных народов, они, знаете ли, думаю, обогащают христианство. Как раз к сказанному Максимам, хочу дополнить, что действительно Бог не лишает нас индивидуальности, приходя в нашу жизнь. Он не делал нас каким-то зомби и прочее. Это все глупости. К сожалению, очень популярны в христианстве. Увы. Так вот, и он наоборот, вот с печенюшкой пример очень хороший, мне понравился. Он раскрывает в нас индивидуальность эту. И то же самое касательно разных народов. Господь Иисус, приходя в какую-то культурную среду, в народ какой-то, Он не угошает, не уничижает эту культуру, а наоборот, ее возвеличивает, через нее раскрываясь своей благодати своей. Это потрясающе. Я сам вырос в русской культуре. Я родился в Поволжье. Родился в самой средней Поволжье, получается. Потом жил в Черноземье, получается, центральное Черноземье, город Орел. И, понимаете ли, для меня было, допустим, шоком. Продолжение следует...